Слава Господу за прекрасное пение, которое радует наши сердца и напоминает нам о великом искуплении, которое Господь для нас совершил. Я хотел рассказать коротко то, что со мной произошло на этой неделе. Я работаю на автобусе, где люди разные бывают, и я заметил, что какой-то особый разговор между двумя людьми происходит, и видел, что этот человек как-то рассказывает о Боге, говорит очень многое из Писания, говорит о Иисусе. И с первым взглядом мне показалось, ну, вроде, хороший разговор, я даже хотел услышать, о чем он говорит. Но я видел, что он очень как-то сильно давит на другого человека, больше, чем обычно вот в простом разговоре. Ну, как-то я не так вникал, но этот человек потом подошел ко мне и говорит, я видел, что ты как-то особо слушал, ну, можно я тебе что-то скажу? Ну, он как-то начал говорить о своем, как вероисповедании, вроде они христианская церковь, но которая очень далеко заблудилась в заблуждении. И он начал говорить о том, что нам нужно возвратиться в закон, нам нужно исполнять Пасху, как исполнял израильский народ, что вот это важно для нас. И я ему одну мысль только говорю, я говорю, Христос и исполнил закон. Зачем нам нужно возвращаться в это? И его мысль была такая, что, ну, что это значит, что исполнил? Вот, может, ты не так понимаешь. И я стал задумываться над этим, что действительно значит, что Христос и исполнил закон. Но чтобы его понятие было, что он исполнил, нужно еще что-то делать. И я тогда узнал, видел, он немножко дал информацию о своей церкви, я понял, что это совсем заблуждение, которое нам даже не нужно вникать. Но суть в том, что эти люди, они вокруг нас есть. Если мы не вникаем в то, что они говорят, с первого взгляда может показаться очень правильно, потому что он говорит о Христе, говорит о Боге и о Библии. Но нам нужно быть очень внимательны. И я, когда прочитывал по порядку Новый Завет, вот начал по-новому Новый год, начал прочитывать Матфея, и как раз вот эти стихи на Горной проповеди как-то мне особо проговорили. 5 глава, 17 стих, я думаю, для нас всех знакомы, 17 и 18 стихи, где Иисус говорит Свои цель, назначение, для чего Христос пришел. Давайте мы прочитаем эти два стиха и порассуждаем о них. Матфея 5, 17. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна черта или одна черта не пройдет из закона, пока не исполнится. Все. Сегодня моя тема – «Как Иисус исполнил закон». Дорогие мои братья и сестры, вот, когда мы читаем всю Библию, мы видим, что есть такая одна красная линия, которая проходит от бытия до самого конца, до откровения, которая говорит о том, что Иисус должен был сделать. И многие люди просто знают немножко из Ветхого Завета, немножко из пророков, немножко здесь, немножко там, и не замечают вот эту всю историю, которую Бог вел в свой народ. Для чего все это было? Для чего вообще Господь работал с израильским народом? Как раз и для этого момента, который мы прочитали. Иисус сказал для того, чтобы исполнить закон. И вот мы как раз вспоминать будем сегодня вот этот момент, когда Христос был на Голгофском кресте, и Он сказал вот эти последние слова, или последнее слово, Он сказал «совершилось», или можно даже сказать «исполнилось». Все, что нужно было исполнить, оно исполнилось в Иисусе Христе. Иисус сказал «я пришел для того, чтобы исполнить законы пророка, не нарушить или не добавить что-то другое». Иисус, Он не один из пророков, как в числе Моисея, вот он Давид, Авраам и так далее, и можно добавить Иисус, потом был апостол Павел. Нет, совершенно нет, Он не входит даже в этот список, Он совсем для другой назначения пришел, чтобы исполнить. Он не пришел, чтобы добавить что-то новое, то, что кто-то другой должен исполнить. Он как раз исполняет все то, что было сказано. И некоторые представляют Христа как тот, который разделил, вот теперь есть Бог Ветхого Завета, есть Бог Нового Завета. Что Бог Ветхого Завета очень строгий, судья, но Новый Завет, Он любящий, совершенно тоже неправильно. Он, наоборот, пришел, чтобы показать нам сущность Бога, таков, как Он есть. И Бог любящий и в Ветхом Завете, и также и в Новом Завете. И Он строгий в обоих. Мы понимаем, что нет разделения. Бог, Он один. Он как бы говорит, я пришел не нарушить, но исполнить Завет, исполнить Закон. Я не знаю, как у вас происходит расписание дня, но для меня и, я думаю, для многих очень полезно, когда вот мы, начиная день, мы делаем список дел, которых нужно сделать на этот день или, может, на неделю, иногда даже на целый месяц. Мы начинаем со списка. И это для меня помогает. Если у меня нет этого списка, я могу очень легко сбиться с толку. Я пишу важные, иногда очень простые, маленькие вещи, но иногда что-то такое серьезное, и это на списке дел находится. И вот одно из того, что Иисус сделал, Он вот этот список дел, который как бы у Бога есть. У Него был список, который, когда мы читаем, от самого начала было много пророков, которые описали, что Бог должен был сделать. Это был как бы список, который сами пророки ничего не могли сделать. Они не могли описать, не понять, как это все исполнится. Они просто были глашатые, те, которые должны были описать. Но они не имели совершенно понятия, как это может все исполниться. Дорогие мои братья и сестры, Господь, Он исполнил вот этот закон. Он исполнил этот список, который у Господа был. От самого начала, от бытия до откровения. Мы знаем, что есть те еще части, которые Иисус не исполнил, но грядет во втором пришествии, Господь все исполнит. Из этого мы прочитали здесь 18 стих, говорит, что ничто не пройдет. Еще то, что не исполнилось, оно будет исполнено. И то, что считается исполненным. Например, когда у нас есть список, когда мы можем считать что-то исполненное, это когда мы сделали это дело, и мы можем его вычеркнуть. Я думаю, это самое такое большое удовольствие для нас, когда есть очень много дел, и понемножку мы начинаем вычеркивать то, что нужно сделать. И то, что считается исполненным, это когда мы сказали, я сделал, все, мне это повторять не нужно. И Иисус как бы своим приходом говорит, я сделал, я совершил, я вычеркнул, это уже никто не должен повторять. Оно сделано, совершено Господом на кресте. То, что Бог обещал сделать, Иисус исполняет своим приходом. И то, что все пророки хотели сделать, но не могли, они только говорили о том, но Господь в своем приходе, Он исполняет. Вот евангелист Матфей, он начинает свое Евангелие с родословия, которое мы часто пропускаем. Но оно разделено на три части основных, от Авраама до Давида, потом мы знаем, там еще вторая часть от Давида до плена, и потом третья часть. И Он как бы разделил эти три части как раз на три как бы важных завета, которые были обещаны Богом. Бог обещал Аврааму, что в сыне твоем благословится все, весь народ благословится в тебе. Но давайте подумаем, в самом Исааке являлся ли Исаак благословением для всего народа, всего мира. Но если мы посмотрим на самого Исаака, он только благословением был для Сары, для отца его, может, для семейства и все. Он потом умер, и что дальше? Мы знаем, что Господь добавил это к своему списку, что да, придет тот, который благословит весь народ, и это будет через линию Исаака. Но в самом Исааке не было исполнено Слово, но исполнилось в Иисусе. И также Давид. Мы знаем, Давид, Бог ему обещал, что царство твое не будет конца. Но мы знаем, что царство, оно пришло конец. Народ стал грешить, и Бог остановил это царство. Но как же тогда, если Господь говорит, царство будет вовек? Мы знаем, что это исполнится в Иисусе. Это добавил Господь в список, который будет исполнен в будущем. И Господь это делает. Он исполняет Своё Слово. Он верен. И даже в конце, когда Бог обещал после плена, что Господь даст новое сердце людям, и что они будут жить, у них будет желание Духом Святым прославлять Господа. Пророки это писали, но не имели представления, как это может выглядеть, потому что народ вернулся с плена и продолжал жить прежним образом. Они не изменились, такой же оставался. И Бог добавляет как бы это к списку, делал то, что нужно будет сделать. И только в приходе Иисуса Христа это всё совершилось. И вот совсем недавно мы праздновали Рождество. И когда вы внимательно читаете, особенно Матфей, как часто он говорит, что всё, что связано с рождением Его, было, чтобы исполнить Слово, исполнилось или дабы сбудется какое-то Слово, которое Господь говорил, которое много-много лет назад Господь обещал, и всё это исполнилось в Иисусе Христе. Мы сейчас не будем на это всё вникать, потому что это всё свежее у нас ещё в уме нашем, как Господь исполнил, для того, чтобы исполнилось Слово, чтобы мы могли поверить, что Господь ведёт своего Сына. Он как раз привёл для этого момента. Я хотел предложить нам три коротких мысли, связанные с тем, как Иисус исполнил закон. Как Иисус исполнил закон, и три вещи мы здесь видим. Во-первых, мы видим, что Христос исполнил закон Своей жизнью. Он жил праведной жизнью. Он пришёл и жил той жизнью, которой никогда никто из нас не мог прожить. И как раз закон, он показывает самое прекрасное о Боге. И она говорит нам отражение Бога, каков Он есть. Когда мы смотрим на десять заповедей, это показывает святость Божия, это показывает том, если бы все так жили, какой бы прекрасный мир был, если бы все жили по заповедям. Но мы не могли это исполнить. Мы не могли жить так, и поэтому Господь пришёл. Он пришёл в образе человека, для того, чтобы показать нам, какова жизнь, какой Бог хотел жизнь для человека. И только это возможно в Иисусе Христе. Он говорит, «Видящий меня видел и Отца». «Видящий меня видел и Отца». Он пришёл, чтобы показать нам жизнь. Господь хочет видеть Его жизнь, проявленную через нас. Он хочет, чтобы мы тоже показывали людям вот эту жизнь, которую Он дарит нам, когда мы приходим к Нему. Евреям сказано, «Сей будущий сияния славы и образ ипостаси». Вот всё, что в Боге было, Господь Иисус явил, и Он показал нам это через свою жизнь. Он как бы говорит, «Я хочу жить, чтобы вы так жили». Он говорит, «Я хочу, чтобы вы жили, как закон учит, но вы это не способны исполнить». И поэтому Он идёт дальше. Второе – это Христос исполнил закон, Своей смертью. Он не только прожил правильной жизнью, Он дошёл до конца. Иисус Христос исполнил закон Своей смертью. Братья и сёстры, закон, он не просто говорит нам о том, какая должна жизнь быть, но он показывает, что есть осуждение за грех. Закон осуждает грех, и Он показывает, что есть смерть. Своей смертью Господь исполняет закон. Проклятие закона как раз в том, что Слово Божие говорит, душа согрешившая, она умрёт. Но мы видим на протяжении всей Библии, что Господь как-то откладывал вот этот момент, откладывал осуждение за грех на короткое время. Он откладывал на определённое время. Адам, он согрешил, он не послушался и впал в грех, но он продолжал жить. Господь миловал его. Ной тоже, мы знаем, Ной он опенел после потопа, и он тоже согрешил. Но Господь его не уничтожил, как уничтожил народ допотопный. Он помиловал его. Мы смотрим Авраам, он тоже согрешал, он обманывал о своей жене. И Господь оставляет его, называет его другом своим. Почему, братья и сестры? Вот Моисей, мы тоже знаем, что хотя Моисей был святой, и много... Моисей, который, кажется, видел Господа, он всё равно согрешил в таком слабом моменте своей жизни, когда он не явил святость, но Господь оставляет его. Давид, мы знаем, что он тоже согрешил, но Бог его помиловал. Даже пророки, которые, как Иона, он убегал от Бога, но Господь его помиловал. Господь его нашёл там в глубине и продолжал работать через него. Так что мы видим, что Господь откладывает осуждение на какое-то время, и это время как раз было, время, когда Господь был на Голговском кресте. Бог видит вот этот план, чтобы исполнить весь закон. Братья и сёстры, мы не можем сказать то, что грех этих людей, он не был значительный или неважен, из-за этого Господь как-то откладывал. Нет, потому что Он видел наперёд, Он знал, что придёт человек, который исполнит весь закон, и тогда все грехи будут возложены на Иисусе Христе, и Господь понесёт нас на своих руках, и Господь искупит нас от нашего греха. И поэтому Иисус своим телом идёт на крест, чтобы нас примирить с Отцом. И мы как раз сегодня об этом вспоминаем. И взять наш грех на себя. И когда Он претерпел всё, Он говорит, совершилось, он закончилось, совершилось или доведено до конца. Всё, что нужно было, оно сделано в Иисусе Христе. И удивительно, что даже вот эти враги Иисуса Христа, которые хотели сделать Ему зло, они даже не понимая, они исполняли Ветхозаветное пророчество, как Иуда, который продал Иисуса за 30 серебряников, и в этом Он исполнил пророчество, или воины, которые даже не хотели разделить одежды, разорвать их, они бросили жребий о них, или солдаты, которые должны были разбить колено, ноги, разбили ноги обоим преступникам, а когда подошли к Иисусу, Он уже был мёртв, и они исполнили в этом, что ни одна кость не должна была сломана быть. Даже враги, они исполняли пророчество о том, что Господь говорит, что своей смертью Он исполнит всё, всё, что Господь говорит нам. И последнее, это Христос исполняет закон через Свою церковь. Христос исполняет закон через Свою церковь, братья и сёстры. Если Христос исполнил весь закон, это не значит, что Бог перестал заботиться о праведности. Это не значит, что Господь всё для нас сделал, мы живём, как мы хотим. Господь исполнил закон для того, чтобы мы теперь могли проявлять этот закон, эту святость. И что такое закон? Мы помним, даже Иисус в этой же самой Нагорной проповеди Он сказал, объяснил, что такое закон. Он говорит, Матфея 7, 12. Итак, во всём, как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Вот оно, что любить, любить ближнего, любить Бога всем сердцем, это как раз и есть то, к чему нас Господь призывает, что Он хочет, чтобы мы жили такой жизнью, которую мы сами по себе не можем, но когда Он входит в нас, Он даёт нам это новое сердце и Он хочет, чтобы мы исполняли вот этот закон. Вот если мы прочитаем Римлянам, 8 глава, 3-4 стихи, это как раз апостол Павел нам очень хорошо об этом говорит, о том, как он хочет, чтобы в нас это было видно. Римлянам 8, 3 говорит, «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в ком? В Иисусе? Нет, здесь написано в нас, в нас, в церкви, в нас с вами, братья и сестры, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Оно только может исполняться в нас, когда мы живем по духу, когда Господь входит в наше сердце и дает нам это новое сердце, новую душу. Как пророки говорили о том, что «вытащу ваше каменное сердце и дам вам плотяное сердце», это пророки не могли понять, как это может быть. Даже Никодим не понимал, как можно второй раз родиться, хотя он видел Иисуса Христа. Он думал, что вот это физическое, но Господь говорит о духовном рождении. Он даст нам новое сердце. Братья и сестры, Христос умер, чтобы исполнить закон для нас, потому что мы его не могли исполнить, но Он живет для того, чтобы исполнить закон в нас. Он умер, чтобы исполнить закон для нас, но живет, Он воскрес для того, чтобы в нас проявлять эту святость и чтобы в нас была видна вот эта любовь друг к другу, как Господь говорит, что такое законы пророки, когда мы поступаем, как мы хотели, чтобы с нами поступали. И Он умер, чтобы как бы вывести нас от осуждения, которое было на Голговском кресте, но Он живет, чтобы ввести нас в праведную жизнь, как раз, когда мы имеем Его, когда Он живет в нас и когда дает нам новое сердце. И заключение, братья и сестры, вот когда мы имеем такой список, мы часто откладываем тяжелые вещи, которые, вот мы знаем, что это займет много времени и мы откладываем на потом. Или бывает, мы что-то не любим делать, мы тоже откладываем на следующий день. Дорогие мои братья и сестры, может кто-то откладывает вот это решение до сих пор, говорит, я пытаюсь сам что-то сделать, но пока Христос не войдет в вашу жизнь, пока вы не поймете, что Христос своей жизнью и своей смертью исполнил закон, теперь не нужно ничего делать, кроме жить праведной жизнью, которую Христос нам предлагает. В своей силе мы не сможем жить этой святой жизнью, мы не сможем прославлять Его, мы не сможем отражать Его славу в нас. И еще вот евангелист Матфей, он говорит такие прекрасные слова уже в конце своего Евангелия, он говорит Матфея 22, 37, Иисус еще раз говорит о законе, он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей, всем разумением твоим, сияясь первая заповедь и наибольшая заповедь, вторая же, подобно ей, возлюби ближнюю твоего, как самого себя. На всех двух заповедях утверждается весь закон и пророки. И вот мы прочитали в Матфея вначале, мы прочитали, что Господь говорит, я пришел не нарушить закон, но исполнить его, и мы видим, что Господь исполнил, и теперь Он дает нам возможность исполнить вот эту золотую правило, золотую заповедь, которая говорит, возлюби Бога всем сердцем и возлюби ближнего твоего, как самого себя, и Господь все это для нас сделал, для того, чтобы мы могли прославлять нашего Господа. И вспоминая вот цену искупления, мы сейчас можем обратиться к Господу нашему в молитвах, прославить Его и поблагодарить за то, что Он сделал для нас и дал нам эту силу жить праведной жизнью. Аминь. Помолимся. Субтитры создавал DimaTorzok